Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхом! На этой неделе весь еврейский мир читает недельную главу, которая называется Хукат. Это отрывок из пяти книжек Моисеева, который находится в книге чисел 19 глава 1 и 2 стихи. Хочу сказать, что я читаю не по синодальному переводу, но обязательно в видео вставлю текст синодального перевода, чтобы вы могли за текстом следить. Господь сказал Моисею и Аарону, вот особенный закон учения, который заповедует Господь. Вели сынам Израиля, чтобы они привели тебе рыжую корову без изъяна и увечья, на которую ни разу не надевалась ерма. Итак, если говорить об этой недельной главе, об этом отрывке, то есть несколько основных моментов, которые здесь описаны. Первое это то, что связано с красной коровой, об этом мы немножко позже поговорим более подробно. Речь идет об законах очищения ритуального. Дальше. Есть отрывок, который повествует о том, как умерла Мирием, сестра Машера Бейну. Дальше мы видим, что народ Израиля направляется в сторону земли обетованной с целью войти туда. Но на дороге их встречают враги, это царь Эдома, после войны с которым умирает Аарон, тоже трагическая часть этой истории. Потом им на пути встает Мелах Арада, царь Арада, с которым тоже приходится воевать. После чего происходит ропот и наказание змеями, и как результат появляется Нехуштан. Об этом тоже мы сегодня немножко поговорим. И в конце мы видим войну с царями Сигона и Ога. И вот эти события, отчасти трагические, собственно и наполняют нашу недельную главу. Но вернемся к теме красной коровы. Понятно, что эта тема является одной из самых обсуждаемых при чтении этой недельной главы. Есть несколько моментов, которые я в связи с этим хочу сказать. Первый момент проистекает прямо из текста. Мы с вами прочитали, что Бог дает Аарону и Моисею повеление. В еврейском языке здесь написаны слова «зот хукат тара». Если буквально переводить, то это получается «это законы Торы». Но я хочу обратить ваше внимание на то, как здесь написано. Почему? Потому что то слово, которое переводится в русский язык как «это зот», это не очень обычное слово. И обычно исследователи, толкователи, которые рассуждают о таких текстах, говорят, что если появилось слово «зот», то то, о чем дальше идет речь, очень и очень важно. Дальше. Бог говорит, что это хукат. Хок – это закон. Это слово применимо к заповедям Божьим. Это слово применимо к Божьим постановлениям. То есть это применимо к тому, что является для человека очень важным и значимым для исполнения. Действительно, если мы посмотрим на законы, связанные с красной коровой, то тут все немножко странно. Начнем с того, что корова должна быть идеально красной. Я знаю, что в синодальном переводе написано «рыжее», но слово «адома», которое там стоит, оно все-таки более правильно переводить «красной коровы». Почему именно «красной»? Писание не оговаривает это. Да, здесь можно увидеть намеки и провести параллели с тем, что красная кровь, опрощение грехов и омытие от грехов приходит с пролитием крови. Еще какие-то параллели можно увидеть. Получается, что только пепел этой красной коровы мог очистить человека от нечистоты. Причем, Писание подчеркивает, что речь идет о нечистоте, связанной с прикосновением к мертвому. Тема смерти очень особенная тема на страницах Священного Писания. Мы прекрасно с вами знаем, что смерть – это неестественное состояние человека. Оно появилось в этом мире как результат грехопадения человека. Более того, смерть и грех очень тесно связаны. Шауль, апостол Павел пишет в своем послании, что «жало смерти грех». Грех – это именно тот инструмент, с помощью которого смерть убивает человека. К чему я это говорю? К тому, что мы понимаем из этого, что смерть и грех – это вещи, которые очень неразрывно связаны. А мы знаем со страниц Священного Писания, что только с помощью жертвы можно преодолеть вот эту проблему смерти и греха. Конечно, непонятно, почему корова должна быть идеально красной. Толкователи и раввины говорят, что если у коровы находили хотя бы два волоска другого цвета, то она уже была непригодна для этой жертвы. Почему это так? Почему красные, а не белые, например, что, кстати, является символом очищения, если мы говорим о символике? Ответ на эти вопросы найти непросто. Но вот на что я хочу обратить наше внимание сегодня. Если мы говорим о заповедях Божьих, если мы говорим о законах и повелениях, которые Бог дал человеку, обязательно ли нам их понимать? То есть я имею в виду, обязательно нам понимать их природу, почему и как это работает для того, чтобы исполнять. Смотрите, весь этот мир устроен на основании Божьих законов. Мы можем сказать, что Божьи законы управляют всей этой видимой и невидимой вселенной, всем этим гигантским мирозданием. Большинство этих законов нам непонятны и неизвестны. Мы все пользуемся светом. Электрическим светом, светом светил, солнце. Но до сих пор ученые спорят, а какова же природа света, да? Это кванты, волны, что это такое? Они не могут прийти к единому мнению. Нам не мешает непонимание пользоваться этими законами, соблюдать их. То же самое, на мой взгляд, и здесь. Непонимание, почему именно корова должна быть красной, идеально красной. Конечно, на сегодняшний день мы с вами говорим о том, что поскольку нету храма. И, кстати, здесь я хочу подойти, упомянуть об еще одной очень интересной теме, которая приходит мне на память. Когда-то, наверное, лет 20-25 назад я встретился с человеком, который верующий, который с таким восторгом рассказывал, что вот вывели в Израиле красную корову. И это означает, по его мнению, это означало, что вот близок приход Машеха, Мессии, возвращение его в этот мир, как бы вот все готово к тому, чтобы храм был построен. Действительно, например, храмовый утре в Варе много чего уже готово. Это находится в музее храма в Иерусалиме. Но это не то, на что нужно обращать внимание. Просто этой корове уже 25 лет. Она, наверное, уже давно сдохла. А Машех так еще и не пришел. Я однажды натолкнулся на такое толкование, или просто одного из раввинов спросили вот как раз по этой теме появление красной коровы в связи с храмом. И Раф тогда ответил, что, ребята, вы не о том думаете. Красную корову при сегодняшних технологиях вывести не проблема. Проблема храм построить. Потому что храмовая гора принадлежит фактически, юридически принадлежит другой стране, а не Израилю. Ну и еще там много-много. По сути, сегодня построить храм, это значит прежде выиграть войну со всем арабским миром. К чему я это говорю? К тому, что нам стоит избегать спекуляций, связанных с этим. Безусловно, приход Машеха близок, но проявление таких вещей отнюдь с этим никак не связано. Но давайте вернемся к теме, о которой я говорил. По сути, для того, чтобы соблюдать те или иные заповеди или законы, нам не обязательно их понимать. Да, есть вещи, которые мы хорошо понимаем. Почему, например, заповедь не убей? И для многих это очевидно, что это заповедь, какой смысл она за собой несет и почему она существует. С другой стороны, есть большое количество заповедей в Торе, обращенных к еврейскому народу и к другим народам, которые не имеют своего объяснения. Более того, хочу сказать, что я являюсь противником попыток объяснить те или иные заповеди с позиции диеты или медицины, как это сегодня часто бывает модно. Например, почему обрезание полезно или почему там свинина вредна. Для того, чтобы соблюдать заповеди, мне не обязательно их понимать. Мне важно понимать другое. Нарушение заповедей влечет за собой наказание. Любой электрик вам скажет, несмотря на то, что мы плохо себе представляем, что такое электрический ток на самом деле, немного представляем, как это работает, действует, да, в большинстве, многие законы нам известны, связаны с электрическим током. Но непонимание того, что такой электрический ток не поможет нам, если мы полезем туда, куда нельзя лезть и получим удар электрическим током и от этого умрем. Поэтому непонимание важно, соблюдение. Вот это та мысль, которая в связи с красной коровой. Еще одна тема, которая здесь есть, о которой я хотел сегодня упомянуть, она парадоксальным образом связывается с темой красной коровой. Почему? Потому что тут тоже фигурирует слово «одом». В русской библии это и дом, речь идет о царе Эдомском и государстве Эдомском, народе Эдомском. Это потомки Исава. Мы с вами знаем, что Исава стали называть Эдомом. Почему? Потому что у него было на иврите написано «красная кожа», да, то есть он был весь покрыт красной шерстью. После него всех потомков стали называть Эдомляне. В 20 главе, в 14 стихе мы с вами читаем о том, что Моисей посылает к царю Эдома князей и посланников своих. И они говорят царю Эдома «царь, мы хотим только пройти. Нам не нужна ни вода, ни еда. Нам только нужно пройти через твое царство. Мы не хотим враждовать. Мы родственники». Почему царь Эдомский, почему Эдомляне решили воевать с еврейским народом? Наверное, этому может быть много объяснений. Возможно, они, зная всю историю взаимоотношений двух братьев, были недовольны результатом, да, им не нравилось, как поступил Яков, например. Или, может быть, им не нравилось, что в результате всех этих действий благословение Божие пришло на сыновей Якова, не на них. Не важно, на самом деле, как они оправдывали свое поведение. Важно то, какой был результат. А результат был их война против Израиля. А это значит война против Бога. Почему? Потому что у Бога по отношению к Израилю есть план. И Он этот план воплощает. Я говорил уже эту мысль, и я буду ее повторять и повторять и повторять. Бог пообещал Аврааму совершить с Израилем великое, с потомками Авраамова совершить великое. И тот факт, что сегодня происходит с еврейским народом, показывает нам, что несмотря на всю, на все минусы, на весь греховность, несмотря на низкий духовный уровень еврейского народа, Бог продолжает быть верным своим обещаниям, данным им Аврааму. Не потому, что Израиль хороший, потому что Бог такой, верный каждому своему слову. Сопротивление этому Божьему плану и привело ядовлян в состояние войны с Израилем, войны, в которой они потерпели поражение. И больше того, мы будем видеть с вами еще на страницах Священного Писания, как они и дальше терпели поражение в войнах с еврейским народом. Интересно, что сегодня есть люди, которые говорят, толкователи, которые говорят о том, что сегодняшние палестинцы это потомки Идома. И они враждуют против Израиля. Другие говорят, что нет, потомки Идома это весь христианский, в смысле европейский мир. Есть среди иудаизма, который так толкует этот текст. И действительно, мы с вами знаем, что очень многие христианские, даже, наверное, правильно будет сказать, большая часть христиан, живущих во всем мире, они считают, что Израиль не имеет права существовать, не имеет права на эту землю, не имеет права называться народом Божьим. Все права Израиля, по их мнению, закончились тогда, когда Иисус пришел в этот мир. Но вот что важно. Сегодня мы являемся свидетелями того, как, несмотря ни на что, Бог продолжает оставаться верным своему завету с Авраамом и воплощать те планы, которые были им намечены по отношению к еврейскому народу. Просто это очевидно, это невозможно отрицать. Израиль возвращается в свою землю, побеждает в войнах, в которых невозможно победить, строит процветающую экономику там, где невозможно это построить. Это же не люди делают, это делает Бог. Почему? Еще раз, не потому что Израиль хороший или находится на каком-то очень высоком духовном уровне. Наоборот, если мы читаем пророков, мы видим, что многие пророки говорят о том, что перед приходом Машеха в этот мир, перед возвращением, как мы верим, Машеха в этот мир, Израиль будет в очень тяжелом духовном положении. Много народу погибнет. Тогда что же здесь происходит? Происходит вот что. Мы видим, что Бог продолжает быть верным своим обещаниям, несмотря ни на что. Для меня очень ярким является пророчество пророка Осии, который на собственном примере испытал что-то отдаленно напоминающее на то, что испытывает Бог по отношению к еврейскому народу. Когда он пришел, и блудница, которая была его женой формально, и ушла, и занималась всеми непотребствами, и снова взял ее в жену. Вот в подобной ситуации сейчас находится наш Бог. Он снова берет себе в жены Израиль. Почему? Потому что он так пообещал. А его слово нерушимо. Еще один момент, на который я хочу здесь обратить внимание, на самом деле, глава очень насыщена. Есть эпизод, как Аарон и Моисей совершили грех, в результате которого они не смогли зайти в землю обетованную. Но я сегодня не буду об этом говорить. Хочу вот на что обратить внимание. На историю с Нехуштаном. Вы наверняка помните этот эпизод. Евреи стали грешить. В качестве наказания им были посланы змеи. Нужно было посмотреть на медную змею, вознесенную, для того, чтобы быть исцеленным. Посмотреть на нее нужно было с верой. Это важное событие, особенно в условиях того, что еще однажды здесь на земле, говоря о своей смерти, привел сравнение именно Нехуштана. Он сказал, как змею вознесено в пустыне, так и мне должно быть вознесено. Не знаю, помните ли вы или знаете ли вы, но история Нехуштана здесь не заканчивается. Парадоксально, но только спустя много сотен лет, когда еврейский народ продолжал кодить Нехуштану, продолжал заниматься идолопоклонством по отношению к Нехуштану, один из царей еврейских, осознав, что это идолопоклонство, велел уничтожить его. Сотни лет еврейский народ был в идолопоклонстве, хотя в основании, казалось бы, лежало повеление Божие посмотреть с верой. К чему я это говорю? К сожалению, в жизни человека так все устроено, что мы очень легко ударяемся в идолопоклонство. И мне очень не хочется, чтобы в нашей жизни появлялись вот такие Нехуштаны. Да, это было повеление Божие, да, через это пришло чудо исцеления, да, но это не цель. И уж во всяком случае, однозначно, это не повод поклоняться тому, через что это пришло в нашей жизни. Почему? Потому что вера наша должна быть направлена к Господу. Вера означает доверие Ему. Вот это те мысли, которыми я хотел поделиться с вами сегодня, да благословитого всех Господь, на этой неделе и в предстоящую субботу. Салам Алейхм.